Доброе утро! Сегодня в Афилла Прадио. У нас потрясающие гости Нафиса Имранова и ее первые выпускницы курса конструирования и моделирования одежды. Спасибо, Парвина, ты это сказала. Очень красиво, очень приятно. Мы вахаем мэфи. Серьезно, так. И еще раз доброе утро, страна, доброе утро, наш дорогой лав радиослушатель. Напоминаю, что сегодня у нас в эфире гости, потрясающие, красивые, светлые люди, девушки, первые выпускницы Нафисы Имрановой курса конструирования и моделирования одежды. К нам присоединилась еще ученица. Но вот вы знаете, красивые девушки, они всегда такие капризные, опаздывают. Вот и наши девушки подтвердили это сегодня. Они все практически опоздали на эфир. Но самое главное, что они пришли, самое главное, что они сейчас с нами. Во-первых, Сора, доброе утро. Доброе утро всем. Вау, какой у вас голос красивый. Мы вас берем на работу. Вы не хотите прийти на курс голоса, дыхания от Парвин-Вязи? Хотите. Все, пригодите обязательно. Смотрите, я уже до этого задавала вашим, я уже так говорю, коллегам вопросы. И вот очень хочется услышать и от вас ответы на эти вопросы. До того, как вы пришли на курсы к Нафисе Имрановой, были ли вы уже, учились ли вы на дизайнера, на человека, который умеет шить в будущем? Или это было просто спонтанно, ваша мечта, цель? Как это произошло? Ну, у меня были какие-то навыки. Мы, люди Советского Союза, тогда девочек всему обучали. Навыки шитья был, но конструирования не было. И мне почему-то все время хотелось самой что-то шить для себя красивое. И я нашла место, время и человека, который меня это не научит. Здорово. Вы полностью, на 100% удовлетворены знаниями, которыми вам дала Нафиса? Абсолютно. Потому что очень многого она нам показала, научила. Какие-то такие мелочи, которые не прочитаешь, нигде не увидишь. Она поделилась своим опытом. И вообще, если будет и дальше обучение, я думаю, что мы придем и так. Спасибо большое. Нафис думай о втором потоке, о втором курсе, уже продолжение обучения с первого. А вот какие у вас планы на будущее? Чем вы собираетесь заниматься? Будете ли вы в этой профессии так серьезно направлены на шитье людям не просто своего круга, не своей семьи, а именно для широкого? Я об этом и думала, чтобы кроме родных и близких шить. Если у меня будет хорошо, красиво получаться, почему бы нет? Я абсолютно согласна, почему бы нет? Я честно ожидала, что придут уже готовые дизайнеры. А вы такие скромные, вы говорите, что вы для себя все учились. Нет, у нас получается неплохо. У нас получается неплохо. Я больше, чем уверена в этом, поэтому думала, что вы будете шить для нас, для всех. Я уже подготовила заказы, собрала. Вы знаете, что нафиса не за меня не со счет. Предовлетворить ваши желания. Ну, я так просто думаю, сразу за месячный курс стать дизайнером хотя бы на 5%, как нафиса, у нас не получится. Для этого нужно время. Она многому и во многих странах этому обучалась. Она поделилась частью своего опыта. Будем надеяться, что и дальше получится. И вот вопрос самый главный, который меня интересует. Как нафиса вам в роли учителя? Ну, она очень внимательный человек. Она как бы щепетильно относится к каждому. На любой вопрос она старается ответить, показать. Мы всегда выходим за рамки отведенного времени, потому что она старается к каждому подойти, донести, объяснить то, что нам трудно понять. Либо она вас всех запугала, либо подкупила. Она подкупила своей добротой, своей человечностью. Вот так вот. Она очень хорошая девочка. Все, хорошая девочка сидит рядом с нами. Хорошая девочка, когда нам ждать следующий курс обучения? Я думаю, что есть уже желающие, которые тоже хотят прийти к тебе на курс и получить знания от тебя. Второй этап у нас будет январь месяц. На самом деле желающих очень много. Декабрь месяц. Почти все написали, что в декабре у них с 20-го уже начинается отпуск. Они бы хотели каждый день занять и все это, но у меня не получается, потому что, как я иначально говорила, что я полностью себя отдала целый месяц в этих курсах. Все об этом знают, что я даже коллекцию не запустила. Я просто занималась ими, в первую очередь, понять себя и узнать себя больше, смогу ли я это дальше провести. И я поняла, что мне месяц нужно для того, чтобы уже сделать себе какой-то там план задачи на следующий год. И год завершить отчетом и все это закрыть. А потом уже 7-го месяца с 10-го января до 10-го февраля у нас будет первый поток. Опять же, вот этот курс будет. Три этапа у нас будут вот эти платья, четыре вида платья. Потом у нас начнется костюм, потом у нас начнется пальто. Но для пальто и костюм там у нас 2 месяца, потому что там сложнее идёт, там и обработки, и карманы, и там рамочки. Там очень сложная и очень тонкая работа, там больше времени потребуется. Но для меня было сложно, что за месяц я смогу ли их обучать полностью. Вот эти четыре вида платья, плюс как их шить, как их собрать, моделирование, осноровка, всё вот это. Для меня было изначально, когда я себе поставила цель, я думала, вдруг не получится. В итоге, когда мы закончили, я понимаю, что оказывается можно. Здорово. Сколько у тебя было учениц? В команде у меня 7 человек. Сейчас сегодня пришли четверо, но остальные работа, семя, они не смогли присоединиться, но они нас слушают. Кристина нас сейчас слушает. Значит, Кристина, у нас сегодня эти нарушения, хотелось бы поздравить её прямой эфир. Конечно, поздравляйте. Кристина, поздравляю вашу девочку с днём рождения. Пусть она растёт на радость родителям, здоровенькой, счастливенькой и долгих лет жизни ей, конечно. Супер. Команда Love Radio присоединяется. И также Кристина и вас поздравляет с тем, что вы мама замечательной девочки. И самое главное, вам здоровья. Всё остальное у вас будет. Это вот просто не сомневайтесь. Работайте усердно, и всё получится, всё будет у вас. Нафиса, вот семь человек. Из семи человек сколько попали в твою команду? Мы уже знаем, что Елена попала в твою команду. Да, Елена уже в команде. Мы сегодня объявили, что она будет нашей штатной сотрудницей. А остальные, потому что они работают в разном направлении, они уже себя нашли, в какое направлении они хотят. Да, Елена давно хотела, но она именно хотела понять, вот как это всё строится, как это всё делается. И потом, когда она видела курс, она подошла, она это сделала, у неё это получилось. Саида у нас ещё школьница, ей 14 лет, но у неё хороший успех. У неё полностью день загружен, несмотря на это, у неё это всё получается, она старается. И для своей года, вот понять вот этот полностью чертёж конструирования, она смогла, да, у неё получается. Сколько часов в день были занятия? У нас должны были по 4 часа, но мы по 5-6 часов занимались. Вот теперь у меня вопрос к нашим дорогим девушкам. Как вы сумели так красиво сочетать и работу свою, и обучение? Как вам это удалось? Не было ли у вас проблем на вашей основной работе, вашей основной деятельности? Ну, мне было не трудно, потому что я практикующий психолог, и в своё время я сама определяю, когда я могу выйти. Поэтому для меня это не составит. Замечательно. Дорогие слушатели, вы знаете, кому теперь обращаться? Вот часто задают вопросы, есть ли у нас психологи в Таджикистане? Есть. Вот один из них сидит у нас, мы обязательно пригласим её отдельно в гости, поговорим именно на эту тему. Ура! У неё голос, на самом деле, на самом деле, на самом деле успокаивает. Очень красивый, да, и успокаивает, и прям хочется успокоиться, и не так орать в микрофон, как я сейчас это делаю. Но не могу, извините, у меня такая работа. А вы как сочетали? Я в данный момент сижу дома. Ну, как сижу, я занимаюсь семьёй, и поэтому для меня было несложно выделить... Дома, я так думаю. Да, они были очень рады. Это здорово. Что я этим занялась, и это по моей душе. Я этим всегда хотела заняться. Классно, когда поддерживают твои близкие люди, это здорово. Ну, и сказать, что сижу дома, невозможно, потому что дома сидеть нельзя. Дома я не сижу. Вот это люди намного творчески развиты, чем мы, потому что, ну, там приготовить ужин один, чего стоит. Столько мыслей нужно в голову уложить, и так красиво всё сделать. Просто порвину, готовить не умею. Порвину, я не могу. Всё, я нашла себе психолога и человек, который меня будет очень готовить. Спасибо, удачный эфир. Гуля, Елена, что вы молчите, присоединяйтесь поближе к микрофону, как вы сочетали. Гуля очень серьёзный человек по характеру, я так понимаю, очень серьёзный. Да, я просто 17 лет занимаюсь серьёзной работой. На самом деле, моя работа предполагает, что что-то нужно сделать. Такого, чтобы там прям с 9 до 6 сидеть на работе. Требования нет. Поэтому что-то, что я не успела днём, пока ходила на курсы сделать, я делаю по вечерам просто. Поэтому, как бы, в принципе, нормально сочетала. Супер, то есть у вас было... У нас приятно. Да, да. Ещё из-за того, что я как бы занималась шитьём тем, что вот для души, да, я потом как-то лучше делала свою работу. Больше вдохновения было. И потом вернулась к работе, и получается уже у тебя попроще что-то сделать, нежели сидеть и постоянно цифрами заниматься. Супер. Про цифры, когда говорят, это не моё сразу. Это очень сложно. Елена, а как вы? Ну, я занималась, думаю, немножко шила. Ну, на занятии я занималась, и вот немножко, как говорится, подрабатывала. Елена, вот вы зря стесняетесь и скромничаете, вы так красиво говорите всё это. Жалко, что слушатели не видят вас, насколько вы прекрасны сегодня все. Всё, волноваться уже не стоит и в команде, на офисе им радует. Первый раз на радио. Привыкайте к этому, часто будем ходить в гости на радио. Это супер здорово, когда вот такие прекрасные, талантливые люди нас окружают, и мы очень-очень скоро вернёмся снова в эфир, и услышим пожелания наших гостей для вас, дорогой слушатель, и для вас наша любимая потрясающая страна. Продолжение следует...